Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 11 ноября церковь празднует память преподобной мученицы Анастасии Римлянки. Эта святая жила в далекие годы в Риме, в небольшом селении находился небольшой монастырь, в котором была богочестивая мать-настоятельница. И недалеко от этого селения осталась одна девочка-сиротой. И мать-настоятельница взяла эту девочку к себе на воспитание. В течение долгих лет она ее воспитывала в православии, научала всем добродетелям христианским. Проходили годы, и она стала расцветать красотой. Так как она была христианкой, а в те времена были достаточно сильные гонения на христиан, то правители местные и местные жители роптали на эту девочку за то, что она не принимает их богов, и за то, что она не хочет выходить замуж. Ее оклеветали перед местным правителем и привели к нему на мучение. Перед этим ее мать-воспитательница София наставляла в том, чтобы она держалась крепко христовой веры, не соблазнялась на прелести тогдашнего современного мира и следовала за Христом. Приведя ее к мучителю, местный правитель начал вопрошать ее, почему она не хочет выходить замуж, и почему она остается в вере христианской. На что преподобная мученица сказала, что жених ее Христос, и жить она хочет только со Христом. Тогда ее подвергли достаточно сильным мучениям разного рода, и старались убить ее тело для того, чтобы смирить ее дух. Но по молитвам ко Господу она от очередных мучений сразу же практически исцелялась. И переносила все с терпением, радостью и хваля Господа Иисуса Христа. Проходя несколько дней этих мучений, святую деву в гневе убили. Через некоторое время, выбросив ее тело в пустыне, Через некоторое время ангел явился ее матери-наставнице, настоятельнице, и открыл место, где находилось тело преподобной мученицы Анастасии. Куда она пришла по наитию, по повелению ангела, и забрала тело преподобной мученицы Анастасии. Погребла его по христианским канонам, И через небольшое время эта преподобная мученица была прославлена в лике святых, как праведница, как святая, которая не побоялась мучений, а последовала за Христом, как любой православный христианин, который следует за Христом, терпя мучения, он порой получает и благословение Божие, и благодать, и помощь во всех трудностях жизни. 14 ноября святая церковь празднует память святых Косьмой Дамиана Асийских. Еще их называют Азийских, потому что жили они в Малой Азии, были родом оттуда. Их мать благочестивая женщина воспитала их в православной вере, дала им прекрасное образование, они получили образование врачей. Занимались лечением, и так как они были христианами, веря в Бога, с молитвой исцеляли даже животных. Так как Господь повелел подавать те дары, которые Он дает бесплатно, по слову Евангелия, то не приясти, то не дадите, то святые бессребренники Косьма и Дамиан точно так же и совершали свои исцеления. Они лечили и больных людей, и больных животных, исцеляли, не беря за это плату. Однажды к ним пришла одна женщина и была исцелена от очень тяжелой болезни. И зная то, что они не берут ничего в дар, никакую плату за свою работу, она принесла им три яйца, но при этом сказала, возьмите ее во славу Христа. И один из братьев, подумав, что другой нарушил заповедь, которую дал Господь, повелел даже не ложить его вместе с собой в могилу. Через некоторое время умер один брат, через небольшой промежуток времени умер другой брат. Через некоторое время, как грубо второго брата, пришел верблюд, однажды исцеленный этими братьями. И голосом возгласил о том, что братьев похоронили вместе, потому что не для обогащения взял мзду второй брат, а для того, чтобы восхвалить Христа Спасителя во славу Его. После смерти святые бессребренники Косьма и Демиан также очень много помогали больным и исцеляли их. И также и мы в современное время обращаемся к святым с просьбой об исцелении от тех или иных заболеваний. В Жадовскую обитель с архипастерским визитом Владыка Иосиф прибыл в воскресный день в канун праздника Казанской иконы Божией Матери. В главном храме монастыря, освященном в честь этой святыни, глава митрополии возглавил божественную литургию. Владыке сослужил священно-архимандрит обители, епископ Барышский и Инзинский Филарет. По окончании богослужения перед чудотворным образом был совершен молебен, после которого митрополит Иосиф обратился к верующим. Вспоминая историю в канун праздника Казанского образа и Дня народного единства, Владыка говорил и о нынешнем времени. И сегодня у нас есть много недругов, много врагов, много тех, кто хотел бы, чтобы страна наша была слабой, безвольной, чтобы ей можно было диктовать свою волю. А сегодня Россия набирает свои силы. Сегодня она набирает и духовные силы, объединяясь вокруг Святой Православной Церкви. История самой обители насчитывает более трех веков. Поводом для основания монастыря стало чудесное обретение казанского образа Богородицы в ручье, неподалеку от поселка Жадовка. Икона прославилась исцелением больных, и ее стали почитать как чудотворную. Вскоре о святыне, а затем и о самой обители узнали далеко за пределами Симбирской кубернии. Монастырь рос, насельников становилось все больше. Все храмы, которые были в монастыре с момента его основания в 1714 году, первый храм был деревянный, ну и монастырь был деревянный. А потом в конце 30-х годов он погорел практически полностью. И вот уже с 39 по 46 год, я имею в виду 1739-46 год, строится вот первый уже каменный храм, то есть кирпичный храм. На средство одного из монахов монастыря, Герман был такой монах, сюда под этим именем, вот как раз в конце 30-х годов, постригся один из крупнейших помещиков по Волжье, и, ну, во всяком случае, Пензенской губернии, Григорий Аблязов. Это предок, один из предков родящего. В советское время обитель не избежала печальной участи большинства монастырей России. После революции здесь оборудовали зерноток. В храме – мастерские, в алтаре – кузницу. Затем, в 60-х годах, храмы были разрушены полностью. С тех пор сохранились лишь братские корпуса, две башни и часть монастырской стены. Но спустя годы, рассказал настоятель обители, в прошлом ее игумен, а ныне священный архимандрит Владыка Филарет, по молитвам Пречистой Деве монастырь воскрес. Смутное время, как и когда-то, в далеком 1612 году миновало. Небесная заступница услышала свой народ. Для нас Пресвятая Богородица, Матерь Божия, для всей России – это хранительница наша, хранительница наших устоев, хранительница наших душ. Поэтому в этот праздник хочется пожелать, чтобы все мы задумались о том, что мы все-таки люди не плотские, но духовные, и чтобы в этот замечательный день мы понимали, что нас объединяет. А самое первое и великое, что нас может только объединять – это вера, вера в Бога. Сейчас монастырь растет. В нем постоянно проживают 23 человека – послушников, иноков и монахов. Владыка Иосиф осмотрел территорию обители, ее строение, пообщался с братьями, а также познакомился и с местными питомцами – кошками. Здесь их великое множество. Как пояснили монахи, они – божьи твари, и раз так сложилось, то надо заботиться и о них. Елена Гончарова, Наталья Шупрецова, Сергей Касьянов, Симбирская метрополия. Торжественные богослужения по случаю празднования Казанской чудотворной иконы Пресвятой Богородицы в главном храме Ульяновска, Спасовознесенском, Кафедральном соборе возглавил митрополит Симбирский Новоспасский Иосиф. В канун праздника было совершено все нашные бдения с чтением Акафиста, Царицы Небесной, а в сам день прославления казанского образа – Божественная Литургия. В этот день наше Отечество вспоминает события 1612 года, известное как Смутное время, когда была прервана династия Рюриковичей, и страна оказалась без правителей. Патриарх Гермоген был заключен в темницу. Высшие бояре предали интересы Отечества и свой народ, перейдя на сторону врага. А Москва оказалась оккупирована польскими войсками. Кажется, уже не было никакой надежды на спасение русской земли. Но Господь сотворил чудо по молитвенному предстательству при чистой и при благословенной Божией Матери. Люди, движимые верой, следуя воззванию святейшего патриарха Гермогена, объединили свои силы и двинулись на избавление Москвы. Русские войска во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободили Кремль и Москву от польско-литовских захватчиков. Тогда, в это тяжелое для нашего народа время, Пресвятая Богородица явила чудесное заступничество своей Казанской иконой. И сегодня, как и много веков назад, православный народ объединяется под покровом предчистой Богородицы. О, Пресвятая Госпоже, Владычица Богородица, со страхом, верою и любовью, припадающей предчистной иконою Твоею молимся, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. По окончании Божественной Литургии Владыка Иосиф совершил молебен при чистой Божьей Матери. В этот день в Кафедральном соборе вместе с духовенством и мирянами за богослужением молился и губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов. По традиции, в День народного единства в Ульяновске, как и во всех городах страны, прошло торжественное шествие, в котором приняло участие около 30 тысяч симбирцев. Шествие завершилось концертом. В праздники приняли участие губернаторы региона, мэр города Ульяновска, духовные лидеры, почетные граждане Ульяновской области, руководители национально-культурных автономий, члены общественных организаций, трудовых коллективов, учащиеся. С днем народного единства горожан поздравил митрополит Симбирский и новоспасский Иосиф. В своем слове владыка напомнил о его исторической сути, когда в тяжелое смутное время духовное единение народа спасло наше Отечество. И вот сегодня нам необходимо, памятуя вот эти исторические прецеденты, вместе объединяться не для протестов, не для того, чтобы быть вечно всем недовольным, а для того, чтобы делать важные и нужные дела, конкретные дела на благо Отечества. Потому что из этих дел слагается величие нашего народа. Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-служба Симбирской митрополии. Братья и сестры, поступил такой вопрос. Можно ли молиться за некрещеного человека, заказывать поминовение его в молитвах за здравие и за упокой, отпевать его? Может ли некрещеный присутствовать в храме на службе, ставить свечи, осенять себя крестным знаменем и носить крест? Почему? Друзья мои, здесь нужно понимать смысл. Дело в том, что родители дают нам жизнь телесную. Но мы с вами, люди взрослые, прекрасно понимаем, что вы, земная человеческая телесная жизнь, очень скоротечна. И кем бы ты в этой жизни ни был богатым или бедным, известным или рядовым гражданином, но рано или поздно в жизни каждого человека наступает финничная черта. Но с остановкой нашего сердца, со смертью нашей плоти, вообще жизнь на этом не прекращается. Почему? Да очень просто. Потому что Господь Бог создал человека по своему образу и подобию, а Господь Бог вечен. И вот из всех живых существ Господь Бог человека наградил бессмертной душой. А изначально было бессмертное тело до тех пор, пока наши прародители Адам и Ева не вкусили запретный плод с древа познания добра и зла. Теперь у нас осталась бессмертная душа. И вот когда мы молимся за усопших христиан, мы молимся, чтобы Господь упокоил их души в райских селениях праведников. Но мы молимся за тех, кто здесь на земле веровал в Бога, веровал в Христа, как в своего Спасителя, и в доказательство этого принял таинство Святаго Крещения, ибо таинство Святаго Крещения – это духовное рождение человека. Сам Христос, когда воскрес из мертвых, то, являясь своим ученикам, сказал им такие слова «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». То есть вот прямое указание на то, что мы с вами, люди, верующие в Бога, верующие во Христа, как в Мессию, как в своего Спасителя, согласно его же Христовой заповеди, должны принимать таинство Крещения, духовное рождение. Мы с вами крестимся верой в Бога, верой в Пресвятую Троицу, верой в Иисуса Христа, и через Сына Божия, через Иисуса Христа в таинстве Крещения каждый из нас усыновляется Богу Отцу. То есть здесь мы с вами должны понимать, что в церкви напоминают тех, кто сам при жизни почитал Бога, верил в Него, молился Ему, и в доказательство этому участвовал в таинствах церкви, в таинстве Крещения, в таинстве Исповеди, в таинстве Причащения, А когда человек во время своей земной жизни отвергал Бога и не принимал Его своим сердцем, своей душой, то, наверное, и бессмысленно молиться за этого человека в храме. Нет никакого смысла, потому что он не рожден духовно от крещенской купели, от воды и святаго Духа. То есть он во время своей земной жизни считал, что ему Бог не нужен. И поэтому по традиции, по церковному уставу мы некрещеных в храме не поминаем. Можно поминать за них и молиться дома, пожалуйста, исходя из христианской любви. Потому что и Христос когда-то, висся на кресте, страдая от нестерпимых болей, от унижения, оскорблений, он никого не приклинал, но напротив, показывая нам Дух, пример христианской любви, любви Божией к человеку, произносил с Христа хорошо всем известные слова. Обращаясь к своему Отцу Небесному, «Отче, прости им, они не ведают, что творят». То есть Христос молился за своих палачей, за своих распинателей, которые тоже не веровали в Него, как в Сына Божия, как в Христа, и которые, конечно, тоже не были крещены. Но, тем не менее, исходя из своей любви ко всем людям, за некрещенных мы можем молиться дома, давать за поминовение их души милостыню, и таким образом участвовать в деле спасения их душ, в деле облегчения их участи в том месте, где находятся души грешников. Потому что каждый из нас живет надеждой на милость Божию, и мы сами не можем предвосхищать суд Божий. Один суд человеческий, другой суд Божий, и мы, когда молимся за усопших, мы всегда надеемся на всеблагую любовь Отца Небесного. Если уж мы, люди, бываем жестокосердные, бываем злопамятные, бываем вредные, но даже мы иногда умеем прощать и миловать и своих детей, и своих внуков, и своих близких, ради которых мы иногда и живем на этой земле, то тем более Господь может простить по молитвам и церкви, и любящих людей, живущих на этой земле, которые поминают своих сродников. Но если он не крещеный, то молиться за него можно только дома. Вот такое церковное правило. Вот так учит нас церковный устав и церковная жизнь. В церкви поминаем только тех, кто во время своей земной жизни признавал Христа, и верил в Бога, и любил Бога, и участвовал в таинствах церкви. А за некрещенных мы молимся дома, и можем за них давать милостыню. Это позволяется. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители. Очень часто обращаются с вопросом люди, да, именно о том, что как мы должны любить врагов. Если они злословят на нас, если они говорят что-то нехорошее против нас, и как мы должны их любить, что это означает, как правильно это делать. Значит ли это, что надо в буквальном смысле идти в храм и ставить за них свечку, заказывать оздравие, о чем просить Господа в молитве за тех, кто тебя обидел. Нужно ли молиться о врагах, если ты еще не отпустил ситуацию, не просил, и тебя по-прежнему мучает обида, злость, ненависть. Будет ли молитва искренне в этом случае? Как быть в этом случае? Дорогие братья и сестры, действительно, мы должны исполнительными быть заповедей Господа нашего Иисуса Христа. И одна из заповедей, это прежде всего мы должны любить не только Бога, не только любить ближнюю, как самого себя, но любить и врагов своих. Это бывает не просто даже не то, что сделать, это не просто воспринять человека, особенно светскому человеку, который ведет обычную жизнь, да, почему он говорит, привык жить по ветхозаветному, око за око, зуб за зуб. Либо он старается любить тех, кто ему делает добро, кто ему помогает, тех он, может быть, еще и полюбит. А вот как быть с людьми, которыми явно против нас, которые обижают нас словами, делами, которые нас где-то ущемляют, как быть нам в таких ситуациях? Поэтому здесь мы должны понять, что любовь, она тоже именно в переводе с греческого имеет разное значение. Это и филио, да, именно любовь дружеская. Это и эру, то есть любовь такая страстная. Это любовь родителей к своим детям и детей к родителям. И любовь агапы, то есть любовь жертвенная, любовь, которая проявляется в наших поступках. Вот именно о какой любви говорит нам Господь. Конечно, именно дойти до такой степени нашего внутреннего ощущения очень сложно. Мы порой не можем любить себя, не можем любить своих родных, близких. Не хватает нам терпения, не хватает нам где-то смирения. Пытаемся себя показать больше, то есть проявить свое самолюбие. А здесь уже говорится о любви к врагам. Как нам их полюбить? Что мы должны для этого сделать? Прежде всего, конечно, мы должны понять, что хотя бы именно пусть первой ступенькой, такой малой частью, это будет не мстить им, не стараться отвечать злом за зло, постараться где-то отпустить ситуацию, и то есть не иметь, по крайней мере, такого гнева на них, и чтобы этот гнев не проявлялся в поступках. Другой, конечно, именно другая ступенька, более высшая, чтобы мы постараться именно действительно, чтобы мы и на душе своей не имели зла, не имели обиды, не имели какого-то такого злого намерения против этого человека. А еще, конечно, в идеале, чтобы этот враг стал для нас другом. Но, к сожалению, человек немощен, человек наполнен своими страстями, человек наполнен своим самолюбием, и чтобы нам этого достичь, это надо время. Надо, но постараемся, по крайней мере, пусть с малого начать это делать. Потому что ведь вот эти обиды, вот эта нелюбовь, она вредит не этому врагу, не этому человеку, а вредит нам самим. Потому что, выстраив вот эту стену, вот эту преграду между этим, как нам кажется, врагом, мы выстраиваем не только с ним эту стену, а выстраиваем стену и между Богом. То есть мы не можем спокойно прийти даже на службу, помолиться, в совае, то есть на утренний наш правил, на вечерний. Мы опять себя накручиваем и думаем, что мы можем сделать такое вот плохое этому человеку, чтобы его, может быть, задеть, как он задевает нас. Вот это именно и не должно у нас быть. Поэтому, если мы постараемся простить искренно от всего сердца, постараться примириться с ним, то это будет, прежде всего, полезно для нас самих. Мы сами почувствуем на душе свою радость, почувствуем теплоту, искренность, и уже спокойно можем подойти даже к исповеди, к причастию. Ведь вспомнить евангельские слова. «Если хочешь принести дар твой Богу, а имеешь что на брата, то оставь дар твой, а иди примирись с братом своим, и только после этого принеси дар Богу». Вот именно. Ведь всегда мы, приходя на исповедь, каемся в наших грехах, просим, чтобы Господь простил нас, дал нам чистоту духовную. Но и от нас ведь требуется прощение грехов нашим родным, близким, чтобы мы оставили вот это зло, оставили нашу ненависть и постарались от чистого сердца также научиться прощать. Ведь Господь прощает нас не по нашим заслугам, а прежде всего по своему милосердию. Так и для нас прощение врагов должно быть не по каким-то их даже действиям, а прежде всего, чтобы мы искренно их простили, чтобы мы не оставили в себе вот этой занозы, которая будет мучить нас, которая будет нас тяготить и не давать даже по-доброму, по-настоящему, по-христиански молиться Господу нашему Иисусу Христу. Чтобы для нас прощение было от души, не на словах. Порой мы можем сказать «Бог тебя прости», да, можем внешне вроде выразить свое... Можем внешне выразить свои извинения, постараться простить его на словах, а в душе оставаясь, то есть все то же самое чувство, то есть злость, гнев, обида. Вот от чего мы должны избавляться, а вот этого внутреннего нашего непрощения. Потому что всегда ведь прощение врагов, оно прежде всего необходимо нам самим, чтобы мы, прощая их, уже могли принести дар свой Богу, который уже прощает каждого человека, который искренне кается, который приносит тот дар покаяния не только на словах, но и на своих делах. Субтитры создавал DimaTorzok